Здравствуйте! Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Аракелян Ольга Савишна. А вы всегда были Аракелян? Нет, я была Илларионна. Только, пожалуйста, погромче, потому что здесь много шума, вас не слышно. Пожалуйста, расскажите про историю своей семьи. Насколько я знаю, только из вашей семьи семеро мужчин участвовало в Великой Отечественной войне. У меня правильная информация? Правильная. Будьте добры, назовите и фамилии. По-моему, четверо Илларионовы и трое? Четверо Илларионовы и трое Черковы. Ага. Ну, ваш папа тоже воевал, ваш дедушка воевал. Причем папа воевал, когда ему уже было 30 лет, когда его призвали. Пожалуйста, сами рассказывайте. Только громче, не стесняйтесь, погромче говорите, пожалуйста. Папа воевал в 30 лет, сапером воевал. Был ранен под Сталинградом. Дедуля в Первую мировую воевал, во Вторую мировую воевал. Его забрали из Сычевки, когда там были эти ужасные бои. Вязьма, Сычевка, Ржевка. Два брата у папы. Один двоюродный, один. Его родной. Родной погиб, двоюродный остался жив. В общем, у мамы три брата. Один пропал без вести Черковы. Двое воевали. Это у нас. Один с 1939 года, с финской. Второй воевал до Японской войны, до 1947 года. Пришел в 47-м. Все ранены. Вы можете также рассказать про поколение вашей семьи? Потому что я знаю, что у вас военных очень много в семье. И как раз таки и в Югославии у вас племянник воевал, и там погиб. Вы можете об этом тоже два слова рассказать? Ну, муж моей сестры всю жизнь в армии, сразу после школы, пошел в военное училище. Ну, в общем, демобилизовался уже, будучи полковником. Его сын пошел добровольцем во время войны в Югославии. И там был убит. Уже после войны в Югославии. Ему дали звание. Он был командиром танковых батальонов. Ну, в общем, перевели его в другую часть. И в это время он погиб. Сейчас Югославия до сих пор. Его семье платит пенсию. Благодарные люди. Сербия платит. И, насколько я знаю, мама несколько раз там была. И она с благоговением говорила о том, что очень внимательно отношение к могилам. Ухаживают за могилами. Ухаживают. Даже перенесли могилы. Из Косова перенесли могилу на сторону Сербии. Даже могилы перенесли. Потому что они должны были быть разрушены. Это кладбище. И вы сегодня пришли? Пришли, потому что раньше, к сожалению, мало уделяли мы своим детям. Уделяли время на то, чтобы объяснить, что такое фашизм, что такое война была. И вот сейчас мы поняли, в чем наша ошибка. Вы сегодня сейчас пришли в Парк Победы, чтобы пойти к могиле неизвестного солдата. И этот букет вы специально принесли, чтобы возложить к могиле неизвестного солдата. Благодарю вас, Текина Ольга. Спасибо вам большое.